Есть люди, которые всегда хотят больше. Не просто жизнь, а жизнь с плюсом. Плюс больше километров. Плюс больше уверенности. Плюс больше мощности. Обновленное топливо. Экто плюс от Лукоил. Больше плюсов, больше эффективности. Девушки отдыхают. Русского ресейла. В прошлом эпизоде мы приобрели Волгу Санитар, которая после небольших масланий смогла сама преодолеть путь из Ивановской области в Москву. Но еще перед осмотром этой машины в Номерограм попала информация из объявления с ее фото. Я вообще очень часто пользуюсь Номерограммом и вам советую, чтобы узнать о прошлом машине, о том, как она выглядела и сколько стоила. Но по приезду в Москву я уже решил поэксплуатировать немного нашу баржу в качестве технички. В какой-то момент мне пришло сообщение от Льва с предложением еще одного 24-го сарая, который он только что осмотрел. Гаденыш, блядь, за старое взялся? Однако ввиду своего скорого отъезда он почему-то посчитал этот реселл нецелесообразным. Честно говоря, услышав вводные данные и то, что дедушка хочет фиксированное 80 тысяч, я тоже посчитал его таким. Не твой уровень, дорогой. Ну, узнав, что машину должен вот-вот забрать сосед деда, я все-таки решил нанести визит ему. Ага, да, потекло. Газаните разок. О-о-о. Ну, мотор уже такой, подуставший. Все, гасите, пока там не растеклось. А это разве бензин? Это, по-моему, не бензин. А, бензин, да, вижу. Да, вот, с трущикой. Его можно обрядить, конечно. Да его поменять можно, он стоит 100 рублей в магазине. Ну, мотор, конечно, не идеальный, но работает. Так, 80, да? Ну что, отдадите мне за 80. Что ты сейчас сказал? Ты понимаешь, в чем дело? Чем быстрее, тем лучше. Ну, понятно, да. Сосед от... Подсуетиться? Да, я скажу, я застой его отдал. Мы узкие, не обманываем друг друга. Давайте тогда ДКПшку. В гараж, может, взять, не получится, наверное. В гараж чего? Это мы мне вот родные колпаки. А-а-а. Вот с этого момента попал друг. Там еще карбюратор есть, такая мелочок. Но в гараж это к свояку, он сегодня на даче. Давайте тогда ДКПшку напишем. Нет, ну давай уж это. Я тебе привезу все, созвоним все. Ладно, хуй с ним. Короче, парни, я вам все-таки расскажу, что к чему в салоне, пока мы не распаковали все это дело. Во-первых, вот это сидение, чтобы вы понимали, от BMW. Неизвестны какой модели. Какие-то очень старые. Возможно, даже раритетные. Это, я думаю, самопал. Была она желтого цвета, как вы видите. Вот он, желтый. Но прикол в том, что этот кузов, он и был желтым, но как бы то все оформляли как замену кузова в свое время. Опа. Вот это вот интересное решение. Что это такое? Это про Нилов. Закрыли, заклепкали. Там же грязь, понимаешь? Так, у нас вот задняя дверь. А 0,2, как вы видите, если быть точным, 0,2,2,1. Причем здесь сохранилась даже одна карта. Так, у нас есть сидение нужное для этой модели. И там еще сложный третий ряд. Уже хорошо, уже хоть что-то. Юрий Константинович здесь уберется, наверное, свое барахлишко возьмет. Мы уже ее увидим чуть-чуть другое. Но я для вас вот запечатлю, в каком виде, по сути, эти машины я сейчас приобретаю. Она уже превратилась в небольшой складик. А я так понимаю, вы ее завышали, да? Рессоры вон, под рессорами. Рессоры стоят по трафику. Чего, блядь? По трафика даже. Да, и передний мост от трафика. Ты, по-моему, перепутал. Кстати, а это вот диски такие на передних колесах? Или это колпаки? Колпаки. А, колпаки. А, я тебе не показываю, как их снимать. Снимаешь вот эту отворачиваешь. А, понял. А зачем вы их поставили? Урон чемпатичный был. Да, а где еще два? А два... Только два было у вас? Понимаешь, их заворачиваешь. А, там некуда заворачивать. Да, да. Все, понял. Тут торчит болт. Это вот одеваешь и заворачиваешь, как гайку. Вы такие изобретательные люди. Вам скучно жить, видимо. Так, зашел. Ну, ты видишь, это говно тоже надо завозить. Там что-то есть? Открывается? Открывается, да. Вот тут там честно. О, здесь еще на одну машину пошло, да? Да. Кое-чего можно хорошего найти. Да. Оказывается, вот пятнашка, которая стоит перед Волгой, она тоже принадлежит Юрию Константиновичу. Ее пробег 40 тысяч, при том, что она даже не в гараже стоит, понимаете? И тут все в родне, просто 40 тысяч пробег. Вот твой поскольку. Шестой год, да, точно. Родной ПТС, видишь, да? Ну, вы ее первый владелец в салоне враг, да? Two days later. Снова всем привет. Давно мы не восслали Волги. Сейчас тогда закапешку написать по-быстрому? По-быстрому. Я все равно их не писал, мне наручишься. Я попробую еще помаслать, а там уже вызову, но это не проблема. Что тут, собственно, говорить? Дима говорит, что я притягиваю Волги. А может, и не я притягиваю Волги. А может, пошел ты? Короче, это третью Волгу мы покупаем. Вторую баржу. Диверсал, да? Вот один, теперь будет два. Наш гнилой ихтиандр дома слался. Дима там с детдом заполняет ДКП. Пойдемте вам покажу Волгу. Это Волга на Савках. А я думаю, Сава. Позже. Это уже плюс пять тысяч пацанин. Туман. Щеточка. Обратите внимание. Дим, сколько машин стоял? Семь лет. А как будто все сорок. Тебя это ебать не должно. Крыша, видите, уже замоталела. И вот где-то местами даже вот тут какая-то херня. Нам в подарок дают новые ЭВА-шторки. Значит, очень модное решение. Очень модное решение. А тут спортивная машина, скорее всего, участвовала в срале. Тонировка заднее стекло. Теллюмар. Пять процентов. Боже, какая шутка. Совки. Сейчас, точнее, Дим будет. Я, конечно, буду смотреть еблайки. Потому что нахуй ему, блядь. Пусть масла это туда. Пидарас. Нам, короче, тут отгрузили, видимо, немножко детоли. Давайте показывайте. Говно оттуда выкинул. Да, Юрий Константинович позаботился о нас. Немного прибрал. Ты же еще отталет писал. Ну, я вижу, там это, ковер аутентично остался. Да, но пропали свечи. А так она плохо смотрится. Нет, это понятно. Фонари, подпарники, стекло, значит, все. О, а я покупал вчера специально. Три штуки, думаю, какой-нибудь подойдет. Ну, у меня все, на годы вперед теперь есть опасность. Вот, на, теперь. А, вот эти новые. Зеленые. Курлык, курлык, курлык. Ух ты, новые. Ну, это наводил уже, конечно. Ну, это 4,10. Ну, да, 10. Потому что, мне кажется, те сгнили на это. Там придется, знаешь, что... Не, ну, они хотя бы родные. При том, что они родные, у них окантовки еще сохранены. Что-то обрезают. А, ну, это я уже, может, и ты меня. А, ну, что ты за 50 лет, я к машине. Ну, да. Время удивительная штука. А у вас таких стекла нет в случае? Да нет. То есть, было. Там вчера за стеклами человек приехал. Даже их отдал за 900 рублей. Поставить на учет чисто. У него там такая шелкография прям жесткая. Говорит, глянь, что у меня там. А я там, голая женщина. Да, охуительная история. Просто шишка так встала. О, как ей за 5 рублей в прошлом году отдавали. Это редкие, на самом деле, туманки на волну. Рабиратур. Что, 26? Да. Ой, мощевитель. Рядка не купил ее. Столько детулей. Ой, пожалуйста. Ну и не нужно. Там ремкомплект подлинен. Разные колпаки. О, из гаража нас достали тоже, да? Ну, да. Угу. Что ж, вот. Опа. А у вас это, есть снимочка? Это я даже не знаю, откуда и чего это такое есть. А, ну, нужны возникли. Стрелять больше. Отстреливаться. Знаешь, как в Брате пулемет сзади будет. Ага. Я тут сейчас узнал, что ваш вот депутатчик, я убирался мотор. Дважды. Главное, лишь бы там масло было. Как бы вы ездили после последних лет? Ездил, конечно. А то мы 24-10. Я встал-то из-за чего? Потому что все бреники дают. А, да? Труппишь за этого. Заценивай. Это 80-х, в конце 80-х еще ставили, да? Была в разборе у них на базе какая-то BMW. Какая-то на момент 80-х. Если она уже была в разборе, значит, это была бэха. Скорее всего, 70-х, 60-х. Что за сиденье? Давайте думать, блядь. Шаховской салон сразу вспоминается. Что такое? Тайм-сквер. Мне кажется, это от Е30. Нет? Слушай, а ты видел хоть одну Е30 с таким салоном? Я вообще Е30 не видел. Пиздит. Пиздит. После того, как мы забирали москвич, я решил каждый раз, так сказать, с автомобилем устраивать челлендж Борецкого. Опять же, моя комплекция рос метр тридцать, вес двести десять где-то. Садимся в Волгу. Как вы видите, посадка прошла максимально удачно. На месте пилота очень удобно. Слушай, а если я тебе арбитулинг отдам, что ты будешь делать? Первый будет на газ сжать, а я буду сжать на сапину. Нормальный ход. Не, на самом деле, очень удобный, практичный автомобиль, особенно для меня. Так что люди, у которых такая же комплекция, пожалуйста, обращайтесь к Диме Павлову. Ты хочешь тебя надвинуть? Нет, я уже ничего не хочу. Пытаются вылезти. Очень аутентичная советская ОСА была найдена в салоне автомобиля. ОСУ мы, наверное, отпустим. Поберяйте. 80 тысяч рублей. Сказал бы мне кто-нибудь в прошлом году, что я буду покупать 24-ю Волгу. В том состоянии за 80 тысяч я бы ему сказал, что ты дурачок, что ли? Нет, что ты думаешь по этому поводу? Это пиздец. Да, как садится что-то в другой комплекте? Сырлась. И еще мясо вон в комплекте. Шикарно. Ну, это машина для вас. Ну, я и делал под себя. В принципе, логично. Нет, сиди, не двигайся. Она сломалась ручкой. Опа. Пошел процесс реставрации. И я так ехал, чтобы ты понимала, тысячи километров. Ужас. Кстати. А потому что ты будешь говорить, да, блядь, все это пиздеж. Я сейчас все это засниму, чтобы вот посмотрели люди, в порошках ты всех наебываешь. Отойди. Ты больной, скажи мне. Ты не болен. Одна маленькая дырочка, вот он сказал. Ну, где дырки еще? Ну, вот дырка, да. Ну, что, найди еще одну. Блядь. Лер, ну, хватит. Ну, хватит. Ты хуй, ты песком домой пойдешь. А ты мою машину обсирай, ты моя вообще еще красавица. Ты что, я с тобой, да? Дырявая, шопа у тебя дырявая. Вот это панч. Кстати говоря, Шурик за кадром является богодочером со стажем. И когда у него в руках появляется шекель-другой, то вместо того, чтобы отложить их на переварку своей гнилой жиге, он заливает их в баксовые немецкие баржи или начинает полировать ей полки. А если вы не знаете, о чем идет речь, то вбивайте в сторог проверка авто или переходите по ссылке в описании и качайте приложение Номерограмм. Далее пробивайте этот номер в Номерограмме и узнаете, с кем Югослав изменяет свои канарии. Во-первых, заменим бензошлап. Я кумулятор разобрался. К сожалению, у нас выдал какие-то чудовищные 8 вольт. Вот отсюда, по-моему, ссалат, да, весь шлак пиздой порос. Пошли, я уже здесь. Тормозная, но сцепление, вижу, есть. А, есть, полный бачок. Причем уже все предусмотрительно переведено на ДОТ. Интересная технология. Свой пособ. Шулик, помоги. Шулика, на пря. Дедушку не убей тут. Держи, держи пока. Представляешь, если бы сейчас убийство было? Он так бы и посмеялся. Вот он и делает. Главный автомеханик. Тебя когда пиздили в последний раз? Красный спортивный аккумулятор специально разработан для машин участвующих. А синяя за свежесть. Сюда ехали сюда. Те удобные ключи, и то еще сразу. Сейчас обнаружим проблему. Ну? Вердикт твой откуда течет? Ну давайте думать. Подсказывайте. А что ты подсказываешь? Вон отворачивается, и здесь отворачивается, и все. Вот так вот, Сашка. Думать меньше надо. Осоображать больше. Это ключи от другой Волги. Заведешь? Ну это Сигуревский. Да, так смотри. Я его наполовину только засунул. Оп. Так и назовем. Зеленым слоником, по-моему, да? Да. В принципе, он даже чуть-чуть зеленоватый там местами отдаёт. Скорая, блядь. Скорее, дурку к Тюричу. Чё сказала, блядь? К тебе и к твоим негнилым порожкам. Заткни, ебало! Начинаем игру. А, чё, начинаем? Тут уже закарпунино чё-то. Так у меня полностью было перепрашивать снять. А, потому что она была гнилой. Она вся переварена. Это, чтоб ты понимал, ещё и до пенятнее. Опа. Welcome to the club, buddy. Из номеров здесь есть номер кузова на панели. Ну, собственно, эту панель взяли из прошлой машины. История такая. Была машина на ипподроме. Юрий Константинович работал там и возил начальника ипподрома. Возил-возил, и в один момент произошло непоправимое. Собственно, машина сгнила. Ничего удивительного. Решили взять другой кузов, просто произвести замену кузова. Но об этом нигде ни слова. Вообще. Просто переставили панель, переставили номера. И ездили так дальше, пока и этот кузов не сгнил. Иронично. И в этот момент Юрий Константинович взял, ну, можно сказать, выкупил машину. После этого он её и перекрасил. Мотора, видимо, уже во второй раз перебрал. Ездил до того момента, пока не приобрёл пятнаху. До этого машина хранилась в гараже. Гараж где? Снесли. Документы от ранней машины, я ещё раз повторюсь. С 1974 года. Когда я зашёл вовнутрь, смотрю, а там уже всё максимально пазнеет. Это, я предполагаю, где-то 1982 год, что-то такое. То есть он даже не помнит, какого года? А он не знает этого и не знал. Было бы интересно, как она бы выглядела оранжевым. Оранжевым. Бонёвым, оранжевым? Опять оранжевым. Да, это Москвич, кстати, да, оранжевый. Какой тут цвет? Жёлтый, блядь? Это оранжевый цвет. Вы что, угораете? Какую психушку? Какой, Лер? Ты что скажешь, что жёлтый, блядь? Лисичка, какого цвета? Оранжевый. Это лисичка? Сука, пошёл ты. Димон, ты доволен покупкой для очереди? Нет. А будешь ли доволен? Я недоволен рынком. Вот что дело. На наших глазах рынок ебанулся, это во-первых. Во-вторых, мы наблюдаем тот факт, что машин уже, волк, я имею в виду, осталось крайне мало живых. Даже вот такой экземпляром сейчас считается живым. Мы немного опоздали, на самом деле. Перед нами буквально там за два часа до моего осмотра, вот пару дней назад, машину осматривал Мощевитин. И он про него узнал совершенно случайно. Там был какой-то бугуртрет в его дворовом чате. Там кто-то возмутился диким количеством москвичей в его дворе. И как-то так у них диалог повернулся, что вот одна из жительниц сказала, что вот у моего отца есть машина, тоже во дворе где-то стоит. Там вот телефон, свяжись. Он первым делом, когда увидел год выпуска, он немедленно сюда приехал. Но когда приехал сюда, увидел, что от машины от 1974 года только документы, расстроился и уехал в Израиль. Вот это поворот! Что, заводи свою, блядь? Кьюком, кьюком боровление. Кукумбер! Как Дим Павлов говорит, you know. Что ты говоришь вообще? Стоп, деревья упали, менты убежали. А Дима вон. Ебать, выкуп снимели. Давай, давай, отсесть. 80 тысяч, блядь. Здесь он еле-еле прожимается как-то там. Тормоза у нас, что интересно, превращаются даже. За 7 лет простоя. Вот это он делал сам. Это хендмейт. Красота, да? Пиздос. А что с этим опускателем стекла? Правильно скажите! Русский человек! Да чтоб не опускали вы. Пиздец-то в машину купил, как будто цыган, блядь. Ненавижу, блядь, цыган. Ласточка. Пареная, крашеная, но тем не менее. В целом-то живая, поэтому она подлежит. Ааа, блядь! Дреставрация. Так, ну я думаю, самое время вот эту штуку убрать. Ну смотри, какие шпингалеты у нас официально для этого. Мне очень нравится, по какой системе стоят туманки. Пробки? Да. А они, кстати, просто тупо их упирают. Ну да, тут их целая коллекция. Это, наверное, специально откалиброванные упоры для противотуманок, чтобы проходить космос. Какая-то убогая шарюбская теория. Так сказать, анпакинг. Что интересно, потому что 7 лет там ничего не завелось. Там кром еще более-менее такой живой. Какой у него сборник визиток «Куплю ваш автомобиль». Можем, Владимир, если вы желаете продать все автомобили, куплю ваш автомобиль. Куплю ваш автомобиль. Всех перекупов в санах этого района. Куплю ваш автомобиль, Саша, но не я. Насчет 15 минут. Вот все они на протяжении 7 лет пытались выкупить. А кто победитель? Не я, потому что я хуй знаю, зачем я куплю. Вас кинули, как лохов последний. Не, ну тем не менее, это все-таки победа. Я трафнул всех. Все они там что-то свои визитчики, хуиточки там оставляли. А кто теперь? Шубу-то снимает с решеточки ее, а? Кто? Не слышу. Сказочный. А, нет. Убери каменьку. Интересно, что там? Нимочка? Как дома, смотри, сидит. У него там уже яйца в руль заперли. Вот, ну, просто типичный водитель Болги, посмотри на него. В жилетчике такой. Комнатушка. В очках такой сидит. Ты спрессор-двил, блин? Где спрессор? Ты откуда? С машиной. Саша вот и укололся. Снимай. Это чужое, блин. Пиздец. Я родился. О, тут полное собрание сочинений и тихосмотра. Что? Это что такое, блин? Экологический сертификат. Машина получается экологичная. Да. А ты нахуй пиздец делал, брат? Такую красоту снял. Ши сломал. Да, это было сломано. Газ 24Р. Как Гольф Р, да? Только газ. А, это передача. Один, два, три, четыре Р. Сука, дебил, блин. Это вместо скипетра. А держава где? Да, я думаю, это что-то другое. Я этот улич не зря ее себе открутил. О, шит, I'm sorry. Бэйби. Да то он тоже ему отдай. Будет молотить там себе. Как раз, Саша, поедешь вон, на дачу теплицу построишь этим молоточком. Я что-то не понял, блин. Ты что-то прикалываешь, что ли? Что, блин? Слушай, от шприца есть иголка. Одинок, походу, у нас был героиновый. Ну, слушай, с таким салоном он явно чем-то кололся. Вот набор для героиня. Ой, гвоздик. Шины как раз вот на руку въебал и пошел. Будет выглядеть моя техничка через 30 лет. У меня вопрос вот такой. Вот это что такое? А это вот двери спадают. Видимо, блядь, у нас уже все, ничего не достать. Где-то тупо, блядь, повиня, нахуй, тормозок пускает. Вообще? А это нужно под нее ложиться, да? Там, в принципе, сейчас надо цилиндрик снять. А зачем? А так ты не откроешь ничего. Почему? У меня вот здесь все в доступе. С поддона, кстати, течет. Вот, на, чуть-чуть, масла чусь. Опа. Ай, ебать. Вот он, ребята. Здоровенный ясь. Ну, как продвигается масло? Ну, нормально. Я думаю, будет все хуже. Там не прикипевшее, ничего, спокойно. Ты думаешь, поедет с выходом? Ну, да. Если прокачается сейчас нормально. Я не знаю, вот когда дедушка менял рабочие цилиндры сцепления. Что может быть и рабочий цилиндр новый уже тоже мертв. Даже не успев походить, он умер от такого хранения. Бурили нахуй на своем заводе. Кидорасы, блядь. Успокойся, я прошу. Успокойся, успокойся. Это просто пиздец невозможно. Куда я кратить не могу. Сюда не могу. Я пытаюсь как-то подобрать положение. Тоже нельзя. Вот это бомбит. Вот это я понимаю. Это мучения. Бедные деды. Как мне лежал. Они же с этим жили в скухне. Качай. Качал как смог. Там, конечно, еще надо угонять воздух дальше. Но у меня все затекло, я заебался. Уж простите. Ну, штук, по крайней мере, ходит. Сейчас попробую, как она тронется. Она пустоватая еще немного. Но для наших целей пойдет. Не пойдет. Качать и качать, походу, еще. Сколько там качать-то надо. Проблема в том, что там, ну, действительно, никак не подлезть. Там по миллиметру в определенном положении как-то нужно это делать. Это пиздец. Сегодня в России отмечается День радио. Там, скорее всего, сцепление прикипело. Короче, не удалось. В который раз, что с прошлой, что с этой. Я не знаю, почему сцепления нет до сих пор. Потому что, вот, посмотри, что происходит. Без усилия я сейчас просто кладу ногу. Вот. Она сама под моим весом уходит. Отвал. При том, что Юрий Константинович менял оба цилиндра. И главный, и рабочий. Трубку поменяли. Все, вся система, весь гидропривод, он новый. Что не так, я не понимаю. Ну и, собственно, я вызвал вак. В очередной раз. 3 500, конечно, и 4 800. Тоже обидно, когда такой экземпляр стоит 80. После ночи, проведенной в серваке, у нас обнаружилось, нужно будет менять сцепление. Опять. Сколько можно. Вложения опять будут совсем немаленькие. Ну, относительно прибыли, которую я хотел с нее получить. Тут, короче, уже вытащили максимально педаль, чтобы ход хоть какой-то был. Ибо его не хватает. Нужно менять корзину. Даже при этом ходе, передачу, ну, кстати, сейчас повезло. Его ведет. И, кстати, вот пытается она что-то там схватиться. Я, причем, держу педаль. Как оно обычно бывает. Чуть-чуть я нажму, все, уже поехало. Сразу же. То есть, оп. Ну, что, сейчас реально повезло опять. А что, она раздращилась, что ли? Прямо перед камерой я жила. Да, она жила. Да, как так? Тут, главное, в любом случае умер. А вот корзину, под которую дед подложил шайбу, о чем он мне сообщил, уже после всех моих масланий, мы хотели уже снимать в следующую ночь. Может, даже и не потребуется это делать? Короче, на ней передвигаться, то еще удовольствие. Я себя чувствую, знаете, как на фуре. А, так он же на фуре работал в последнее время. Вот откуда все эти замашки с колхозинком. Как бы ее остановить, если что? Тормоза-то есть? Ну, тормоза нормальные. Блядь. Все, опять. Ну, главное, в любом случае надо поменять. Ну, на ходу она, кстати, не так уж плохо и ведет себя. Это Волга за 80 тысяч в 2022 году. О, сцепление даже выжилось. Педаль газа, она очень странно реагирует, конечно. Очень много хода и мало толку. Реально, я как дальнобой. Сверху такая шапка, вокруг меня куча всякого дерьма. Еще дымовенок. Я же не зря говорил, что в хату захожу. Парни, апдейт. Значит, наш зеленый слоник наконец-таки получил нормальное сцепление и, по сути, полный ход. Ну, без обосрамцев небольших не обошлось. Сцепление я купил зря. Ну, я предполагал, что я его покупаю зря, но слесарки меня настоятелен. Не то, что рекомендовали, а именно просили, чтобы я его купил после замены главного. Проблема решена без замены сцепления. Значит, будет у меня валяться спасной комплект, который я купил. Ну, вы представляете, что меня сейчас ждет. Во-первых, нужно закарпунить детоли, которые мне нужны, и оттертировать их от ненужных. От метола, который найдет свое новое место дислокации на металлоприемке. И от мусора. Здесь, конечно, стафа, пацаны. Дедушка говорил, что приберется перед моим визитом. Ну, он прибрался, но что-то, думаете, поменялось? Как видите, не сильно. Ну, вот, как-то так тут. Всякий картон, ковры, видать, запасные. Сезонные сменности, видимо. Вот у нас родной коврик даже есть. Батюшки. Это же водительский, по-моему, как раз. Япон, ассортирую все это говно. Ну да, паштет. Что тут еще можно было найти? Весь из полей продолжаются раскопки археологические. Тут я решил открыть дно. Так вот, жопа подгнила чуть-чуть. Это как бы я и так видел. Что тут только нету? Это песец просто. Ты посмотри, там еще вся жопа в запчастях. Там корзинка, коробок. Ой-ой-ой, я здесь вообще когда-нибудь закончу все это дело. Как-то вот так получается, когда забираешь Волгу, в Волге еще одна Волга хранится, правда, разупренностая. И копнув чуть глубже, я, естественно, обнаруживаю, что главный цилиндр можно было не покупать. Конечно же, он здесь есть. И даже их два, блядь, здесь, понимаете? Они оба новые. Зачем я покупал? Сука, как всегда. Главное вовремя узнать об этом. У дедушки все в запасе было. Рабочий тут тоже с шлангом еще. И что еще интересно? Вот, судя по наличию, распила, папила, куча брусочков, бревныши. Еще где-то была пила. Медали? Я думал, здесь еще запчасти. Нет, походу, дед пытался выпилить буратино. Надеюсь, у него это получилось. Вы бы знали, как я устал от этого слоника. Просто пиздец. Вот, посмотрите, здесь я еще более-менее смог оттереть спекшуюся грязь. А здесь, вот, сзади, это вообще просто такой impossible. Работа руками, просто бесценный труд какой-то. Если бы еще было ради чего, я даже не представляю, за сколько ее продавать. Вот, все это я оттирал, блядь, ну, наверное, минут 40. Отмыл я вчера зеленого слоника как смог. Та сторона рабочая. Если на нее смотреть, вот, с этой стороны сейчас колпак накину, еще по мелочам, то очень даже не дурно. Очень тяжко, но слоник нашел нового владельца. За 95 косарей произошел, русский, и прием. Парни, в очередной раз ко мне приехал Макс, чтобы маслание превратились в продажу очередной Волги, как и в прошлый раз. Как так происходит, я не знаю. Собственно, Волга, счастливые обладатели новой этой баржи. Все, пока, дурка. Дурка ушла за 163 тысячи рублей. Сколько? Че вы здесь происходит? Обошлась? Обошлась, вы видите сейчас все на экране, все затраты. Я думаю, там маржа, ну, около 80. Я, возможно, даже ошибаюсь. Это действительно стоящий русский ресел. И вот за тачку мне нисколько не стыдно. Абсолютно адекватная маржа. Нашла действительно хорошего владельца, который воодушевлен сделать из нее проект, а не возить огурцы и тыквы, как хотел это сделать дед, который ко мне уже в целом направлялся, его сейчас надо обломать. Гаденыш, блядь! Зашел русский ресел, а это значит, что Волга месяц закончился. А если вы не поняли, что произошло с Черной 2410 по кличке Ихтиандр, то бегом смотреть второй эпизод Геморройных войн. Но перед этим не забывайте поделиться своим мнением в комментариях и проверить, поставлен ли ваш царский лайк под видосом. А также подписаны ли вы на нашу телегу, чтобы быть в курсе, что маслаем настоящий воен. Обязательно скачивайте приложение Номерограмм прямо сейчас по ссылке под роликом и пробивайте этот номер в Номерограмме, чтобы узнать, кому натирает полки Югослава. Да пребудут с вами Волги!